В этом аквариуме у меня было четыре двухстворчатых моллюска. Сажал их сюда прошлой осенью. Вот один моллюск погиб и чисто выскоблен. Чистый такой переломутровый моллюск. Еще один моллюск пару дней назад ползал вот здесь. Живой совершенно. И один моллюск закопался в песочек. Вот если мы посмотрим сюда на этот большой камень. Перед ним из песка торчит. Торчат створки двухстворчатого моллюска. И видно что он живой. Створки полуоткрыты. Вот я стараюсь держать его в центре кадра. Надеюсь вам видно. Четко видно щель между двумя створками. И он сифонит воду. Процеживает. Живут здесь двухстворчатые моллюски. Живут до сих пор уже почти год. А вот шахматная босая. Которая может питаться этими моллюсками. Босые любят всякие ракушки. Мне кажется этим моллюскам без разницы в каком грунте жить. Или в таком гравийнике довольно крупном. И как вот тут моллюске. В песочке. Там под песком также. Вот этот гравий. Просто песок нанесло сюда на гравийный этот. Относительно крупном. Вот еще одна босые. И все они готовы съесть моллюсков. И в дохроме вспомнил ее. Эмоция роется в грунте в поисках чтобы пожрать. Понимаете на грунте видеть каждый камешек. Пошла глоток воздуха. И куда-то пропала. Вот она снова опускается. И снова напустилась на грунт. В поисках корма. Это шахматная босия. Какого-нибудь червячка или моллюска. Заглядывает под камешки. Несмотря на наличие босы в этом аквариуме. Ракушкам все таки удается здесь выживать. каким-то образом. Кстати я решил оставить фон белым. Теперь в обоих половинках у меня белый фон. И в этой половине был черный фон. Но я посмотрел, посмотрел, подумал. На черном фоне все отражается. Как в зеркале. Когда снимаешь. Особенно это заметно. А так во время съемок. Я там не отражаюсь в аквариуме. И что я хотел сказать еще про Юрда Хромис. Вот мамаша Юрда Хромис. Все время баражирует над рифом. Сзад вперед. Охраняет риф. Я думал, чего она тут гоняет всех от рифа. В начале ролика было видно, как она гоняет бурцию от рифа. У нее здесь целое семейство. Есть уже мальки подросшие. Довольно крупные. Которые не отходят от рифа. И есть совершенно мелкие, маленькие мальки. За лето у нее появились новые маленькие мальки. Вон там вот. В анубиусе. В корнях анубиуса. Не фокусируется никак камера. Сидит такой малек. Попробую вам сейчас показать. Если мамаша все время баражирует над рифом. У них до Хромиса. То мальки уже стали немножко отходить от рифа. Иногда решается отойти даже на значительное расстояние. Но обычно они тоже вертятся. Вот в этой части рифа. И опять же там мелкий малек этого лета. Вон он около анубиуса. Вот в самой задней стенке. И вон здесь не один этот малек. Здесь таких мальков как минимум два или три. Я одновременно видел два малька. Вот он сейчас стоит в задней стенке. Прямо над камнями. Так камера теряется в резкость. Не приблизить никак. И эти тут все крутятся. Жрать просят. Вот мелкие мальки никогда не отходят от этой части рифа. Все время вот здесь вот. Иногда выглядывают то с одной, то с другой щелки. Но все время в этой части рифа. Или как сейчас там вот в анубиусе где-то. Около задней стенки. Иногда. Вот такие дела. Кроме мелких, подросших мальков, подростков. Вот этого, например, гидрохронуса. Здесь появились сейчас совершенно маленькие мальки. Летние. Вот сейчас их видно сразу двух. Как я и обещал. Один справа от анубиуса. Второй слева. Вон там же камень шел. У задней стеночки. Ну и подростки вот. Иногда гуляют здесь. Совершают погулки. Чаще всего в эту часть аквариума уходит самец Юйдохромис. Их папа. А мама охраняет гнездо. Также у Юйдохромис у меня в этом аквариуме. Самостоятельно приносит мальков. Самостоятельно мальки как-то выкармливаются. Подрастают. Несмотря на вот этих вот хищных. Цихлид. Цихлида здесь время от времени заглядывает также в этот риф. Пытается там что-то отыскать. Клюет. Но Юйдохромис мама ее здесь активно отгоняет. Скаляры и тут охотники. Пасут мальков. Они тоже не прочь полакомиться мальками. Вот такие вот крупные мальки им не по зубам. Это уже подросток. Кто мелкого малька они вполне могут скушать. Да. Еще одна новшеца в этом аквариуме. Я поменял здесь светильник на барбус. С белыми и синими диодами. И теперь рыбы при таком освещении стали гораздо ярче. Очень мне нравится этот светильник. Даже золотые стали ярче при таком освещении. При таком свете. Не говоря уж о том что вот эти вот радужницы стали хорошего яркого синего цвета. Ну не знаю насколько цвета передает камера. Камера вообще плохо передает освещение. Она адаптируется под любое освещение. Но поверьте мне на слово. Вот такой вот светильник. Барбус. Обычный светильник. У него есть несколько синих диодов. И белые диоды. И они дают очень хороший свет. Вот этот аквариум. Жалко светильник маленький оказался. Единственный в магазине. Он всего 45 сантиметров. И на этот аквариум конечно уже было бы три таких светильника. Ну а на сегодня все. Рассказ о трехсотке закончен. Вон там малек сейчас сидит на верху рифа. Глаза по рифу далеко не отходит от рифа. Пошел к этому анабису. Малек юльдохромис. Сколько их там сочетать мне не удается. Но они там есть. И появились летом. Всем пока. Вот мало вылеза. Или захвалишь. Не дают попрощаться со зрителями. Вот я сейчас подсыпал немножко корма в аквариум. И начали выглядывать мальки на плавающих в толще воды корм. Вот такие мелкие мальки живут в этом рифе. Выглядывает из пещерки. Но от рифа не отходит. Сразу же прячется. Схватит корм и прячется. Такие вот они пугливые. Благодаря этому они и выжили в этом аквариуме. Благодаря вот этому рифу. Надеюсь сейчас вам малька хорошо видно. Ну и вот. Ну и вот здесь гуляет папа с сыном. Вот это сын и вот папа. Юлидохромис. Это юлидохромис Ригана. Важный бисер. Благодаря вам. Ну и вот.